В преддверии дня Сминха наша съемочная группа побывала в гостях у самого веселого и позитивного водителя общественного транспорта Туя. Многие с ним уже знакомы и предпочитают добираться на работу или домой исключительно с Владимиром Синяковым. Сам он изначально попросил нас не обижаться и воспринимать все происходящее с легкостью. В луже кругом, во время, когда много воды, сразу вспоминаются навеевые слова из песни. Еще было создано газель, мы говорим, когда у нас газель, мы гоняем на тебе зимой и веслами. Газель, если кончится бензин, ударим в носу. Была возможность отучиться на агронома в Москве, не пошел, пошел нафтоэлектрика. Была возможность отучиться, посылали от ВИНКОМ, это уже на военного фельдшера, на Витинского фельдшера. Но опять и по образованию водители, автобиты. Но основные моменты, вот все, исходя и в жизни. Вот эти моменты. Как художник-оформитель я все вот эти ситуации рассматриваю. Пришлось вот так, как некогда перерисовать уже. Пришлось все внутреннее состояние, которое, эмоции, чувства, все, что видишь, перекладывать на снижение. Если где-то рисуешь, конечно, можно, там, 7 раз не получилось, 8, 9, терпелива. Перерисовываешь. Здесь уже приходится шлифовать стихи. Дедов своих не видел и не знал, и на руках у них счастливый не сидел. О них лишь от родителей слыхал, про них лишь в день победы песни пел. Чтоб нам с тобой и встретить здесь рассвет, они остались вдалеке, навеки, там. И с 45-го летит ко мне привет, мы жизнь отдали, чтоб жилось от вам. Не видел их, но в них любовь храню, одним лишь верным в моей жизни маякам. Кто зачистил, голову сложил, тем, кто беречь, ее оставил нам. Не трудно этому, чтобы брат нести. С годами тяжелее все, но радует, что светится в ночи загадочная русская душа. Я хотел одно рассказать, рассказал другое. Заходите, честный народ, и честный народ сказал, заходите. Проходите, не разувайтесь, галоши, не снимайте. Так, 9 мая, 10 мая, есть желающие у нас? 11-е, 12-е. Станиславского есть желающие? Доесть или допить? Не верю, вот, ну не верю, если по Станиславскому, да, не верю. Ладно, шучу, все с хорошим настроением. Кто под дождь попал, с легким паром, кто под снег, с Новым годом. Начали про хобби, да? Вот хобби. А так, художник-оформитель, я раньше в советские времена подрабатывал, кроме основной профессии. Мне еще доплачивали, я был художником-оформитель, но поменял. Всю наглядную агитацию в предприятии, которые нужны, было бы. А как я люблю водитель, кресло. Один? Машка. Здравствуйте. Здравствуйте. Водитель им быть. Потому что очень много интересного. Ездишь, я не люблю быть на одном месте, вот здесь, да, на одном месте, но в движении. Меня раньше моделев звали. Это я сейчас немножечко приобрел. Кто-то на зиму ходит, как жиры, а я на всю оставшуюся жизнь. Я, словно, это хобби не люблю, но я люблю очень строить. Я могу построить знания от фундамента до печки. Вот эти все моменты строительные. Я очень люблю строительство. Строительство. В 93-м году меня благословили, я начинал. Мы были одними из первых, кто помогал строить храм Казанской Божьей Матери в Кулипаново. Я бывал даже одним ездил, туда было. Морозы были за 20-26, вот так где-то. Там только один домик был, но в этом домике не было ни полов, ни потолка. Нужно было печь выложить. Я вот ездил, печь выкладывал, чтобы потом уже тулики могли приехать, погреться, что-то покушать. Паломники или кто-то еще. Вот, все для родной Тула. А затем после храма поставили, построили Кулипаново. Кто-то пошел в священники, кто-то еще путь какой-то избрал. А я начинал ребятишек сначала, так получилось, наверное, но не получилось. На всем, во всем другом воле Божьем. Сначала дочку приняли, 6 лет осталось без родителей, потом там и мальчишку еще. И они посыпались, посыпались. И у меня получилось, мы заживой расцветали пятерых детей, которые остались без родителей. От них внуки пошли. Все было замечательно. Сейчас мы ждем. С большей у вас семья. Здорово. И мне радуют, радуют они, радуют. Все радуют. Сейчас внуку уже 13 лет, старшему. Когда ему было где-то годик и полтора-два, я пришел с маршрута, раз в маршруту, с работы. Мне говорят, укладывай спать. Дмитрий его зовут. Укладывай спать. Ну, я ему одну сказку, он еще. Вторую сказку еще. Я уже штук 7 рассказал. А я же устал, все-таки отдыхать надо. Ну и здесь, значит, думаю, ну что я там полтора-два года, откуда у него там чувство юмора. Я ему рассказываю сказку. Сел Иван Царевич на Серого Волка и сказал Серый Волк Иван Царевичу, держись, Иван Царевич, крепко-крепко. И держался Иван Царевич крепко-крепко, пока, ну, посмотрел на него и говорю, чуть не пукнул. Как он начал хохотать. И вот это одна из любимых его сказок. У нас с ним запросто все. Он меня зовет в Володе. Он меня зовет в Володе, несмотря на то, что... Сколько там? Мне в этом году уже, наверное, юбилей с тобой. Полстопять. Да. Но в душе все равно. Вот некоторые просто мужики, я не знаю, конечно, мужчины, можно так сказать, река. И вот жена говорит, жена говорит, ты уже взрослый, ты уже все, возраст не тот. Ты должен оставаться, уже быть солидным, уже все. И все, мужики себя на этой планке останавливают. Куда вот где-то какие-то события или мероприятия приходишь, и вот он весь идет такой важный из себя. Все. Рост, внутренний момент выдачи у человека прекращается. Редко-редко кто с этим не соглашается, потому что нельзя останавливаться. Какая душа есть, что есть. Потому что здесь уже и жизнь, и движение, и все, юмор, душа все равно молодая. Здесь должен быть выход постоянный. И если даже... Я понимаю, что надо где-то советоваться с женами и все, но тем не менее человек, каждый человек индивидуален. И поэтому его индивидуальность в том, что если он не перестанет, и постоянно не нравится вот это, что нужно постоянно, ну, вот я не надо передачу смотрел, самообразованием заниматься. Потому что взять хотя бы, говорят, Ломоносова. Человек постоянно работал над собой. Итог, что такое Ломоносов, что он для России. Ну, в основном, если у нас, конечно, моменты и бывают юмористические, и серьезные. Жизненный, пожалуйста, жизненный опыт. Серьезный. Своим будет, ребят. Главное, это слишком много помнить. Чуть все равно, как мы видим. Девчонки, не подскажете, остановочка Мира, да? Мира, мы без парня. Подождите, пожалуйста, минутку. Да, давайте. Идет? Да, сегодня же будет в Заречье, в Засветло приедем мы. Заходите, в Засветло. Идет, идет. Заходите. Идет, да. Мы сегодня же будем там. Идет в Заречье? Да, даже едет иногда. Поехали, ладно. Я-то на следующей остановочке выхожу. Всем всего самого доброго. Ладно, спасибо большое. Поехали. Астахарлипсовы мои. Моменты разные бывают. Даже иногда заходят. Я начинаю шутить. А мне говорят, можете не шутить. Я там, например, вчера-позавчера похоронила сына, мужа. Мы эту проблему сразу поднимаем в момент, чтобы человеку подняли настроение. Он уже уходит, как-то, чтобы, и он уже видно, что по глазам у него не печаль, не грусть какая-то, а уже светится улыбка и глаза. То, что он уже не один, мы знаем, мы знаем, как объяснить эти моменты. Я просто хотел микромир свой создать здесь. Там, потому что за пределами уже салона, маршрутки, мы прекрасно знаем, что тяжеловато, трудно. Но, тем не менее, а вот здесь уже, здесь мне все равные моменты. Очень сильно запоминаются. Я их очень запомнил. Парень присаживался где-то на 9 мая, присел рядом. Я всем сказал, добрый день, добрый день, добрый утро, по-моему, добрый вечер. Вот так на меня посмотрел, колючими-колючими глазками. А доехал до Максима Борького, выходил, он все равно вот так сидел, голову опустил, а выходил совсем уже другой человек. На замок были там полной радостью. Девчонка одна присела, но она, не сказать, что очень красавица, видать, у нее друзей в этом мире его просто нет. А здесь и получилось так, что она сидела, она сначала голову это пертила, не поймет, в чем дело. Все смеются вокруг, и вот здесь, чуть ли не истерический смех был, она почувствовала, что она не просто какой-то изгой или еще что-то, а она часть того, что здесь в этом салоне присутствует, она на равных заходе с каждыми разными болячками. И вот здесь, когда они переключаются, я их мне самому я, даже хотя, несмотря на то, что внутреннее, иногда может быть применение на состоянии плохое, проводились вместе, побыли все, один народ, побыли все вместе, настроение поднялось, и все пошли в разные стороны. Но, тем не менее, вроде бы как вместе побыли и разошлись вроде бы на какой-то вот разный. Там он пришел на работу, вчера есть женщина и говорит, все, теперь ругаться ехал, он говорит, поругать сейчас хотел там, я не знаю кого там, может быть детей, может быть мужик, а у меня, говорит, настроения больше нету, чтобы ругаться, уже совсем по-другому. Я говорю, вот этот момент, ниша забрав свободу, жизнь-то проходит, она проходит в работе, она проходит где-то в какой-то пребывании вне, движении, еще что-то, общение-то вводное, а мы же, мы один народ, я радуюсь, что я чувствую себя, своего народа здесь. А само общение с своим народом, это вообще радость, там такая сильная, важная работа. И вот этот микромет, который я хотел просто здесь, он взял и выплеснул снаружи. Это очень здорово, я не ожидал, очень приятно, потому что, с одной стороны, вроде бы, не хотел бы, конечно, со слабой никакой я не бегу здесь, я просто живу и живу, я знаю, зачем я живу, для чего я живу. Нам научиться надо любить друг друга здесь, не сомневая, хотя бы по кого уезжать, просто. Да жанки вон на писах идти учатся. Стадион Первомайская, Гоглевская. Чем обоснуйте свой выход? Спасибо за улыбки, это здорово. Было рассчитано, улыбка эта сработала. Это же правильно, ответ, вы выходите победителем в полуфинал. Не подскажите, вам в луже остановить или где по суше? Японская остановочка по суше будет. Вы там по телефону разговариваете? Если меня будут спрашивать, я на работе. Подскажите, вы правильно ездите? Да. Спасибо за чисто и улыбку. Спасибо, приехали. Вам начальство сейчас удобнее остановить или когда мы обратно поедем, вам дорогу не перебегать? Как получится. А сейчас давайте обратим внимание, впереди нас бежит Сталая Газели. Особи различной окраски сейчас в период миграции, их можно встретить либо части города. Самца от самки можно определить по заднему бамперу. У самца он или отсутствует или помят, вечером где-нибудь даст забуриться. Парень, ты все равно здесь стоишь, можно тебя попросить? Вы же все равно здесь стоите, да? Если нас будут спрашивать, мы на зеленый строй поехали, ладно? Спасибо за чувство юра. Это он прикалывается, улыбойтесь. С наступающим праздником вас в 1 апреля. Будьте бдительны. Для всех зрителей телетулы и всех туляков, мои пожелания с наступающим 1 апреля, еще и в Петровские времена, он звучал оттуда же, пошло. Вроде бы, с одной стороны, день дурака, но мы подразумеваем здесь юмор, не обзывание кого-либо в чем-либо. Дело в том, что завтрашняя ситуация нам дает возможность какую? Мы можем пошутить друг с другом и на это не обижаться, потому что и этот день соответствует именно шуткам. Мне не нравится вот эта формулировка, я никогда с этим не смеюся, что не мы такие, а жизнь такая. Извините, мои родные, а кто эту жизнь проживает, кто их создает? Это какой народ, такая и власть. Все Господь посылает. Как будем относиться к друг другу? Если мы будем по-честному, значит, естественно, и честность, а нам же нам и вернется. Если будем с любовью, любовь и вернется. Вот я не ожидал, а она у меня выплескивается, когда мне даже если тяжеловато, молчу, то начинает салон сам. Почему-то мне так кажется работать, начинает подбодрять что-то. Мне кажется, что, ну, не знаю, в той ситуации, в которой я нахожусь. Но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы все, если вот радостно чувствовать себя в нашем салоне, хозяин салона, молодец, спасибо, предоставил нам место для полигона, для творчества, чтобы больше, конечно, с любовью относились, хотя бы для начала с уважением друг к другу. Ну, потому что, ну, правда, один народ, нам есть что делить друг с другом и разделять это уважение и любовь друг к другу. Конечно, хочется. Ниши очень свободные добра. Хоть и по беззаконии, как говорится, по мере увеличения беззакония во многих охладеет любовь, а беззаконие мы творим сами. Вот и весь момент. Стараться выходить из этого. Да, один Господь безгрешен, но, тем не менее, как-то стараться все-таки поступать по совести, потому что то, что не по совести, благого какого-то не принесет.